Ненецкий округ во второй раз присоединился к Большому этнографическому диктанту. Свои знания о народах, проживающих в многонациональной России, решили проверить сотни жителей региона. В этом году количество площадок для сдачи тестирования увеличили почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. На одной из них побывала и наша съемочная группа. В фойе Ненецкого аграрно-экономического техникума проходит регистрация участников Большого этнографического диктанта. Среди тех, кто сегодня впервые принимает участие в культурно-просветительской акции, руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа Павел Рахмелевич. Возможность проверить себя, а во-вторых, даже отвечая на те вопросы, которые там будут поставлены, обогатить свои знания в этой сфере. Вот это самое основное. Самое главное, хочу проверить, насколько я живя в этой стране, насколько я знаю ее историю, культуру, традиции, обычаи. Проверить свои знания сегодня решил и студент техникума Роман Абрамов. В этнографическом диктанте молодой человек участвует во второй раз. Признается, это решение было абсолютно добровольным. Вопросы не очень сложные, но там надо логически как-то думать еще. А в прошлый раз какой балл у тебя? Я решил все вопросы, но в семи я допустил ошибку. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте miretna.ru 12 декабря. Напомню, в этом году количество площадок для сдачи тестирования в округе было увеличено почти в полтора раза. Кроме наринмарцев, свои знания о народах, проживающих в России, на базе площадок акции могли проверить жители поселков Искателей, Каратайки, Харуты, а также сел Ома, Коткино и Несь. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.